Ну что, друзья, еще раз всем привет, с вами Клауд, и сегодня мы построим очередной какой-то мой диги проект под названием Дичкар. Ну, я просто не знаю, как его по-другому назвать, потому что мы будем строить очень длинную машину, которую, наверное, еще в игре никто не строил, а может быть строил, я просто таких, может быть, не видел, которая будет способна ездить не только по стенам, но и, возможно, даже по потолкам. Не знаю, получится ли такую машину построить, опять же, наверняка никто не строил, поэтому надо вот именно это дело тестировать. Я специально отметил здесь середину карты, чтобы понимать, где вообще стенки находятся, потому что у нас вокруг стенки, плюс потолок, по которому тоже, в принципе, можно кататься. Маленькие машины уже строили, которые можно было кататься по потолку, это банально, скучно, неинтересно, но как построить длиннющую машину, которая способна это делать. Это, мне кажется, будет крутой экспириенс, это будет очень прикольно. Я думаю, что мы будем делать ее из двух блоков по ширине, примерно вот так. Задние колеса мы поставим, скорее всего, ну, подальше. Где-то вот так. Вот, и надо будет несколько режимов езды сделать, чтобы она все правильно, все это дело правильно срабатывала. Так, поставим самые большие колеса, обязательно самые большие колеса, естественно, на приводе будут. Так, привод надо будет очень хитрый поставить. Так, 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 надо будет два мотора, и два мотора, посмотрите, чтобы они работали. Ну, давайте сейчас примерим примерное сидение вот в этом месте. Так, думаю, где-то вот здесь поставим сидение Сзади поставим Ну, даже не сзади, наверное, чуть ближе к переду поставим Мотор, возьмем электромоторы На максимальной мощности у нас будут, естественно Один, наверное, сюда фигачим Второй где-нибудь там подальше, посмотрим Может, через ГИТ их подключим, не знаю Так, это к сидению Мотор Сюда Колесами и максимальная мощность Ну, давайте хотя бы предмаксимальная, пока посмотрим Как будет перед на тебя кататься Меняем направление на правильное Вот это меняется, все И теперь, ребят, сейчас будем машину удлинять Для совершенно диких размеров Не просто будем длинную машину строить, а просто будем гигантскую Длинную машину строить Вот, представляете, за как она будет длинная Это только начало машины Вот это еще только начало машины Очередная дичь проект от Клауда Мы строили автопилот, очень прикольный Такой был технологический проект, но Почему бы нам не поставить просто длинную машину Ну, мне кажется, это еще маленькая Малая, маленькая длина, мне кажется, это еще больше Давайте сделаем все-таки еще Немножечко подлиннее Ну, надо без фанатизма, потому что Если делать слишком вообще длинную Вообще нереально длинную Вы просто не сможете даже просто развернуться Ну что, мне кажется, вот такая машина Оптимальный вариант Теперь нужно здесь правильно Проделать поворотные механизмы Давайте сделаем их красивыми Более-менее, для этого возьмем Поворотные вот такие детальки Так, и что еще? Я думаю, так, это, 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 это Плюс, наверное, вот обычную детальку тоже поставим Вот такую Так, поворотный механизм Он ждет на той же примерно Отлезаться очень грамотно Чтобы они колеса упирались Именно колеса упиралась в стенку Иначе машина просто банально не заедет Я даже не слышу подъемника, как здесь, как работает Ха-ха-ха Так Вот так Вот здесь сделан поворотный механизм И вот здесь сделан тот уровень, который нам нужен Когда будет все идеально И колесо большое, да? Отлично Шестереночку И тут надо вопрос с мотором Как я смогу вообще подсенить мотор Вот напрямую Вот просто интересно Давайте проверим Так, погнали Господа, она реально длинная машина, смотрите Сейчас мы сядем на водительское место Посмотрим, сколько длина Нормально? Ну, не, нормально Слишком сильно Это тоже не надо О, хватает, слушайте, нормально Замучишься, так надо бегать Но мы поэтому, наверное, через гидры некоторые вещи сделаем Хотя, может быть, не такая длинная машина Может быть, варить Еще Хотя, не, длинная Длинная-то кажется, что не длинная Все, сейчас еще подсоединяем рулевое управление И все, в принципе, будет нормально Но С такой конфигурацией машина, естественно, не будет кататься по стенкам Я вообще, честно, думаю, что она вообще не будет кататься по стенкам Но Может у нас получится все-таки в этот раз Ха-ха-ха И может быть, все будет нормально Только вот так вот бегать и мучиться приходится Но ничего страшного Вот главное, правильные ли движения Ну, мне кажется, должны быть правильные движения Ну, давайте посмотрим Я просто не увижу, наверное, поворачивать ли колеса Ха-ха-ха Просто реально надо мучиться, чтобы убежать До другого конца автомобиля Ровно в противоположную сторону поворачивать, ребята Ровно противоположную Слушайте, не такая длинная машина, как я думал Я думал, она будет еще длиннее Я просто испугался Думал, блин, ну может быть все-таки реально Слишком длинную сделаю И будет трэш Хотя, в принципе, длина машины тоже очень эпическая Нормально, нормально, ладно Если это заработает Можно потом сделать еще длиннее машину На всю карту Так, ошибка в том, что нам нужно вот здесь поменять Раз, два Теперь будет правильно порвать Хорошо Теперь главное, что делать Нам нужно делать так, чтобы при стукании в стенку А наша машина смогла заряжать Для этого мы сделаем, чтобы она приподнята Передние колеса, да Давайте сделаем так Еще нужно заплатить вес машины тоже Немаловажный фактор И желательно баланс машины Я не знаю, хватит ли двух ускорителей Давайте попробуем Опять же, все это тестировали Все это только было в голове Как говорится Хрену знать, будет ли это вообще работать, помимо прочего Так, два ускорителя Так, нам нужна также машина Какая машина без этих, да Без фара Мне кажется, нужно еще фары поставить Обязательно Вот сюда Сейчас сделаем нормальную, красивую краску Опасно, ребят Не подъезжать Так, у нас есть эти двигатели Нужна, конечно же, максимальная мощность Для резкого подъема Оначе просто машина будет постоянно утяжеляться И то, чтобы Там будут обратные двигатели Которые мы тоже будем сейчас собирать с вами Так Для подъема двигатели поставлены Теперь нам нужны двигатели, которые будут Машину придерживать, чтобы она смогла потом в итоге ехать Вот тут вопрос, сколько двигателей нам понадобится для этой цели Давайте один двигатель здесь поставим Где-то здесь Я не знаю, какая мощность понадобится Машина достаточно легкая получилась, мне кажется Ну я их примерно так ставлю Я не знаю, какая нужная мощность, чтобы придерживалась Ну давайте один еще здесь Теперь нам нужно помогать ускоряться, да То есть, чтобы могли нормально заехать Еще нужно двигатели ставить Давайте их поставим вот сюда Побольше их поставить, чтобы реально было нормальное ускорение На всякий случай, если мощности не хватит двигателей Мы их немножечко ускорим Теперь надо все эти двигатели посмотреть на нужные нам Я хочу, чтобы они по кнопочке включались Потому что мне будет, кажется, так удобней Поэтому берем кнопочку И делаем несколько рядов кнопочек Давайте сначала две, наверное, кнопочки сделаем Вот так вот, да И чтобы не мучиться, наверное, гейты я поставлю Не знаю, нужно, не нужно гейты ставить Хрен его знает Давайте, значит, сделаем так Мы эту кнопочку поставим к рулю Это будет кнопка номер один Это будет кнопка номер два Кнопки номер один Мы что, пацаны, нам нужно, когда мы подержим к стенке Начало поднимать перед, на всякий случай, да Поэтому мы кнопки номер один Будем подрубать вон те двигатели Но мы сделаем проще Хотя там только два двигателя Нам будет только два раза А если там будет много нам понадобиться Давайте сделаем тогда проще Есть такие замечательные вещи, как гейты Промежуточная штука Называется гейты, да Поставим около двигателей Скажем, примерно вот в этом районе Будем использовать только один Я просто для семиточности ставлю его Бежим к кнопке Вот этот прикол длинной машины То, что еще нужно Мучиться, чтобы это дело все строить Погнали Смотрите, что я Почему я гейты ставлю, чтобы было проще Чтобы можно было уже от гейта включать Уже не нужно имени количество двигателей Если я, допустим, захочу их увеличить Я не мучился Гейты ставят на end Конечно, то есть либо все включены Либо Только когда все включены, все правильно Только когда одна кнопка Все Давайте тестировать, наверное, посмотрим Хотя, подождите Так, мне нужно еще двигатель, чтобы Которые толкали мне вперед И мы поднимаем Толкаем вперед Потом прижимаем Значит, кнопка номер 2 будет Задними двигателями А этот близко расположен Поэтому нет проблем с этим Кнопка номер 2 Задние двигатели Хорошо Движки мы прокачиваем Для толчка на предмакс Хотя я не уверен Это слишком мощный будет Но посмотрим Так Предмакс Двигатели стоят Давайте посмотрим Что у нас получается Хорошо Бандура поднимаю Что за упор У твоей машины получается Все И третью кнопку мы ставим Ну, куда-нибудь ее поставить Нестандартное место Давайте еще по две кнопочки Сейчас засунем Нам нужна кнопочка 3 В данный момент Вот она будет Кнопочка 3 Которая будет Уже прижимать В последней стадии Которая будет уже не последней Прижимать ее к стене Когда мы будем на нее заезжать Давайте, чтобы не мучиться Тоже сделаем Гейт посередине А от него уж будем плясать Как говорится Потому что Ну, это просто Банально удобно, ребята Банально просто удобно Так, кнопка 3 Мы используем кнопку 3 Подводим ее К среднему гейту А от гейта Уже размножаемся В нужную сторону В любую, какую захотим Так будет, видите Просто гораздо быстрее строится Ну, быстрее связи соединяется Кстати, надо вверх Мощности везде вставить Здесь хватает мощности Здесь теперь мощность на прижимке На максимальной Ставим Все, ребят Ну что, тест драйвим, да? Мне кажется, уже можно Поехали Мне кажется, она просто так Даже заедет Она даже поворачивает Смотрите Ну, очень медленно Это делает Теперь нужно найти нам стену В которую нужно врезаться И попытаться до нее заехать С несколькими стадиями Че за дичь вообще? Дичь кар Самый настоящий Блин, а где стенка-то? Давайте ускоримся Слушайте, что-то не сильно Помогает ускоряться Вот мне вот этот Немножко напрягает А че так Че так Может быть из-за того, что моторы Видите, как Мешает, да? Не сильно Это помогает Да надо будет что-то придумывать Как это сделать Может быть, все-таки Брать вообще Двигатели с машин Может быть, только на Движках сделать Где? Где? О, все, стенка Наконец-таки Кстати, первый поднимаем А теперь второй Помогаем движку Прижимаем Да ладно Мы едем по стенке Получилось Идите, колотить Эти нам уже не нужны Так, а мы можем Просто остановиться? Да-да-да-ладно Окей А по потолку Он и поедет? Ну, мне В общем, сейчас Будет сложно это сделать Если что Мы немножко Переднастроим машину Где же потолок? Я уже дна не вижу Осупремся Вот непонятно Уперлись или нет? По-моему, мы на месте стоим Так, проверяем тогда Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу Что происходит? Вот самое сложное Видите? Будем падать Я знаю, в чем проблема была Я ничего не слышу Я думаю, что нам нужно Передний двигатель Намного более мощный Делал, чтобы заезжать Слушайте, ну мы заехали на стенку Это уже прогресс Я думал, что он даже на стенку Не заедет, не будет на ней ехать Четко стало Смотрите, ну мы когда заехали на стенку У нас работает двигатель Который прижимает машину Да, но нам нужно Здесь вы больше двигателя Поставите, я думаю Вопрос решится Поставим еще два-два двигателя Посмотрим Это изменится Блин А чего он не поворачивает? Она же полноприводная у нас, да? Полноприводная, да Не хватает систем поворотов Надо что-то будет придумать Так, вот для чего Это гейт вставил Смотрите, теперь мы Просто подсоединяем И не мучаемся Только мы забыли Поставить двигатель сначала Надо будет туда-сюда бегать Так Еще два двигателя А эти на максимум стояли? На максимум стояли Еще нужно максимум двигателей Вставить Но не можем мы переосилить Тягу, скорее всего Просто по этой причине Ну тут уже дело баланса Я думаю, что на стенку Реально заехать Просто банальный баланс нужен Не поворачивает машина Может быть из-за физики В местной скраб-механика Она не способна поворачивать Я не уверен Может быть сделать задние Тоже поворотные колеса Потому что видите Ну нифига не поворачивает Или мне кажется Что не поворачивает Я не могу понять Давайте, чтобы Чтобы понять Поворачивает ли машина Мы сделаем такой столбик Одна и та же поверхность И непонятно Мы вообще поворачиваем Мы поворачиваем Кстати Не надо догнать Может быть сделать поворот С помощью еще двигателей То есть Чтобы еще двигатели Работали в лево-вправо Ну мы неплохо так повернули Смотрите относительно Той бандуры Слушайте, я не очень понимаю Где эта стенка находится Давайте Знаете, как сделаем Чтобы понять, где вообще Эта стенка находится Ага, то есть Получается Вот Мы немножко под углом Да, стоим Давайте тогда сделаем Чтобы было понятно Где примерно Стенка находится Вот так Чисто для себя Чтобы было понятно Ну блин Ну то, что машина Заехала на стенку Это уже прогресс Не, нормально Мы поворачиваем Кстати Я думал Мы вообще не поворачиваем Не очень понятно Как я в нее бьюсь Ну что Врубаем двигатели Прижимаемся Отключаем Так, все Едем по стенке А мы можем поворачивать По стенке? Мы даже можем выровнять Смотрите Вот этот поворот Ха-ха-ха Так Теперь самое главное Второй вариант Понять Где находится Другая стенка В смысле Где находится потолок Чтобы на него заехать Потому что Я не очень понимаю Где он находится И очень понятно Когда мы упираемся в него Вот мы сейчас едем Вперед или нет Как тут проверить? Хе-хе-хе Там уже какой-нибудь ориентир Так Солько я понял Я уже уперся в стенку На данный момент Видите Машина буксует И не едет Теперь самое главное Нужно просто поднять Грамотно Чтоб хватило мощности Поднять Я еду по стенкам Я еду по потолку да ладно да ладно машина работает длиннющая машина которая способна ездить по стенкам потолку и вы даже может поворачивать смотрите только в другую сторону пойдут тут немножко а инвертором к тебе работа жмите по потолку и теперь я жму влево на самом деле еду вправо дичь ребят дичь она работает я думал что нечестная когда я строил когда я задумал я думал что работать не бой потому что скандильная машина возможно будет проблема запускаемся на землю пробуем движки судя по звуку мы падаем мы падаем смотри идеально неужели машина столько идеальная развесовка что мы падаем идеально ровно я слышал звук ветра неужели мы попадаем идеально ровно да мы падаем и мы падаем идеально ровно я не еще сделал идеальную развесовку не может быть они не идеально это но не идеально развесовка уже было опа четко мы тебе землились ай блин кнопки я забыл какие тихо а если так рубить не хватает мощь чтобы толкнуть машину хватает но она развесовка не идеальная поэтому мы стрёмно летим слушайте ребят ну работает тачка чем она идеально эти ровно становится постоянно всегда то чуваком без проблем слушайте я в шоке она это реальная система работает надо слушать сейчас еще длиннее тачку строить вообще может быть дичь но она и так очень длинная это и так мне кажется дичь кар надеюсь вам понравилось пишите ваши идеи задумки мы попытаемся их реализовать у меня еще есть одна идея задумка не буду не говорить расскажу о ней позже но надеюсь вам понравился мой дичь кар спасибо за ваши лайки спасибо за подписки спасибо вашу поддержку всем хорошего пока пока пока